я начал серьезно копаться в фуллеренах и я прочитал там академика ветховского лекцию вернее просмотрел слушал лауреата Нобелевской премии короче пересмотрел много и что я обнаружил что есть очень серьезных три фундаментальных книги причем одна из них очень древняя еще когда на деревянных кораблях изучал товарищ структуру грунтов на дне морей океанов есть книга я потом если тебе будет интересно я все ссылки дам на эти книги но там такое множество картинок вот этих всех моллюсков мельчайших тварей и рыбок и прочее у всех структура фуллерена и что я для себя открыл оказывается шестиугольников может быть сколь угодно много но на всю эту структуру шестиугольников в пространстве в нашей вселенной всегда будет два атома пятиугольников ой 12 вот этих пятиугольников то есть если взять например известный вот этот фуллерен самая мелкая структура самая мельчайшая устойчивая в пространстве это футбольный мяч c60 формула c60 то есть это двадцать шестиугольников и двенадцать пятиугольников но это самое маленькое что может природе существовать оказывается можем иметь семьсот двадцать шестиугольников миллиарды шестиугольников но там всегда будет присутствовать 12 пятиугольников они являются вот этим замком смыкающим элементом соответственно если наша планета в миллиарды раз больше чем футбольный мяч то конечно двенадцать пятиугольников где-то спрячутся так что ты их и не найдешь то есть будет структура сотовая то есть пятиугольники могут находиться где-то вот знаешь застежка на платье где-то у женщины сзади а ты видишь у нее цельное платье вот эти пятиугольники они всегда присутствуют в нашей вселенной только они растворены в зависимости от количества шестиугольников вот такая вот информация поэтому все очень даже не плане они несут какую-то связующую нить скорее всего и божественная информационную или еще чего-то но что-то они там вяжут потому они пятиугольники потому у нас есть проблема между звездой вверх и и рожками вверх ну вот они что-то делают с этим можно разбираться но я для себя успокоился то есть как бы ты говорил что на диком вот этом шаре диких пчел где-то по-моему ты видел я эту картинку нашел я там искал но я пока не нашел но зато есть очень огромное количество всевозможных тварей по паре где вся структура шестиугольники и где-то появляется пятиугольник рыбы домные в виде вот шара прямо как фонарина вся она состоит из шестиугольников и и где-то там встречается хоть один пятиугольник в поле обозрения все очень даже игорь знаете где самый заметный пятиугольник вот этот самый самый большой самозаметный где пентагон нет я говорю что символы пятиугольника они присутствуют нашей жизни в нашем наблюдении а знак качества советского союза пятиугольник такой вот себе пятиугольник знак качества почему даже тот пентагон выполнен в пятиугольном они шестиугольным или там четырехугольным вообще почему я считаю что раз в любой форме вселенной по размеру вся она состоит из сот но вот эти 12 пятиугольников 12 меридианов 12 апостолов 12 и мы можем кучу навести примеров что у нас присутствует 12 то есть это какое-то назовем сакральное число которое связывает мир воедино то есть не исключено что планет виде огромных миллиардных сотовых структур они все равно между собой связаны как тоннелями пятиугольниками потому что они стоят над основной массой то есть вот это символика скорее всего и но она нам недоступна потому что но мы можем рассуждать мечтать тратить время но то что их 12 и непоколебимо их 12 в любой структуре фуллерена фуллерен если вам скажу что толщина 1 микрон фуллереновой вот этой но сейчас называется нанотрубка созданная шестиугольников вся она свернута трубочку и замыкается шестью пятиугольниками с одной стороны шестью с другой стороны но все равно это фуллерен только он вытянутый так вот вот эта нить во много раз крепче чем скрученный из стальных тросов там миллиметровой толщины в десяти сантиметровые то есть метровой толщины стальной канат на сегодняшний день менее прочим чем вот эта микронная фуллереновая нить но это чем-то тоже говорит это сейчас конденсаторы сделали ямкостные конденсаторы которые имеют возможность снабжать вот этой энергией типа батарейки превышает сейчас все существующие аккумуляторы там любых марок и количество перезаряда этого конденсатора который выполняет функцию просто накопителя вот этой энергии он составляет 500 тысяч перезарядов маленькие маленькая пластинка созданная на базе фуллерена то есть мы сейчас встретимся с таким явлением что если не запретят вот эти вот нам мешающие то есть мы можем иметь бесконечное количество энергии но что фуллерен захватывает и может накапливать любое количество электронов то есть вот каждая вот это вот шестиугольник захватил электрон и поместил внутрь себя сейчас можно без безопасно делать рентгеновские снимки нашей грудной клетки потому что изотопы эти можно поместить внутрь и фуллерена он блокирует вот это вот вредное вещество но функцию выполняет то есть там там очень много интересной информации просто это уже такой научный подход и там для себя я принял одно решение что нечего славу мучить там какими-то мячами это действительно не принципиально потому что фуллерен может быть самый перспективный сказали прорыв в человечестве будет когда задействует фуллерен c180 не c60 футбольный мяч от c180 соответственно это намного больше шести угольников и все тех же 12 пятиугольников тема интересная интересная потому что ну как бы куча всех экспериментов доказательств в научном мире привели к тому что это самая устойчивая форма примеру вот эта фуллереновая нить она десятки раз прочнее чем структура алмаза так это же чем-то говорит мы знали только графит тот же углерод и тот же алмаз тоже углерод чуть-чуть иначе размещены вот эти пятиугольники получается графит крохкая структура а алмаз офигенно прочная только и всего только расположение пятиугольников в каком месте не находится значит пятиугольники наверное своим неизменным количеством влияет на всю структуру которая состоит из этих сот понимаете некоторые просто первый раз слушают что эти фуллерена вот я сейчас читаю про них да их и синтезировать тоже интересные способы ну короче все я понял с фуллеренами мы разобрались да слава что такое фуллерены вообще это в честь архитектора фуллера который в канаде по моему восемьдесят втором году или семьдесят восьмом не помню чтобы удивить честь олимпиады что ли он создал купол огромного размера который состоял из шести пятиугольников это получилась такая монументальная конструкция огромная что они когда открыли вот эту молекулу фуллерена крот мужик принципе наш но он взял шунгит камень и уехал в там как это все получилось ну короче длинная история неважно то они взяли и в честь того что он до них выстроил вот такое архитектурное сооружение которое является похожий на саму форму фуллерена футбольного меча они все с него вот назвали фуллерен а сейчас там дальнейшие идут работы просто мы о них не знаем нам в школах и в институтах не преподают это я просто интересуюсь на что моя деятельность связана с этим камнем который и состоит и содержит себе фуллерена это шунгит камень шунгит то есть чисто моя прикладная деятельность заставила меня конечно изучать что такое шунгит и тогда я впервые услышал там 2003 году что такое фуллерен но она не была связана с тем что сейчас мы обсуждаем на базе славы его информации если мы пришли к согласию что все-таки не все так как выглядит и как нам преподавали в школе то надо еще не просто обсуждать вопросы ну я так считаю что есть много тем которые можно обсуждать но если значимым является то что земля сотовая а не просто плоская сотовая значит должна быть детализация давайте поймем какая сотовая а как соты могут общаться а что влияет на взаимодействие между элементами вот между сотами почему есть в науке вот изменяемые по размеру элементы но у всех у них всегда присутствуют вот эти пятиугольники значит они какую-то смысловую нагрузку несут они что-то собой представляют видимо они главные они сами соты главные пятиугольники потому что их хватает на любое количество шестиугольников дай миллиард шестиугольников добавь туда 12 пятиугольников и эта система будет устойчивой во вселенной будет непоколебима какие процессы происходят в общении между шестиугольником или внутри их имеет значение если не будет этих двенадцати пятиугольников эта система неустойчива она распадется я об этом и хочу рассказать кому-то надо над этим думать кому-то надо говорить о вещах которые будут шора снимать с глаз наших окружающих но таких мало конечно я лично на примере своего окружения в городе но много у меня людей вроде подвинутых и и медиков и интересующихся всевозможными практиками не только там выписал рецепт крыша у них их не стоит трогать даже ну то есть надо еще научиться кого можно трогать кого нет просто нельзя трогать человека потому что нужно научиться и развивать инструмент вот этой интуиции кому можно говорить кому нельзя если вообще-то такой закон мы должны всегда понимать когда кому-то доносим информацию это ограничение на применение той информации которую ты уже осмысл которую ты уже переварил своей голове цель на если ты хоть как-то замечая что мозг который примет эту информацию не поедет налево-направо ты не имеешь право эту информацию человеку говорить то есть ты можешь говорить только человеку где ты по предварительному общению понимаешь что у него он выдержит этот поток информации то есть закон на ограничение по применению информации в каждом из нас должен жить не будешь ты трехлетнему ребенку сексе говорить понятно он не поймет во первых а если ты будешь говорить это 90-летнему которая вроде в фантазиях еще хотел бы но не может тоже разрушительная информация вот отлично по поводу знаний теперь я буду снисходительно относиться к плоскозебельщикам и шароверам они что малые дети что им объяснять истинное мироустройство бесполезно пускай подрастут маленько наберутся опыта разума мудрости а потом уже и сами придут к этому а так да вдалбливать не прокатить беречь силы надо слава но нет не надо реагировать вообще вот не воспринимают их не надо пробовать то есть фуллерин это скажем так на сегодняшний день единственная молекула которая считается научным миром даже в коем мере и эзотерическим что это самая устойчивая и стабильная организационная структура во вселенной